Всем большой привет! Меня зовут Марина и сегодня я хочу поделиться с вами покупками с Валберис. Ну, конечно, эти покупки можно купить в любом магазине, не только на Валберис, на том же Озон. Аналогично продается. Все то же самое. Цены туда-сюда скачут, отслеживайте цены хоть на Озоне, хоть на Валберис. Возможно, и другие магазины еще имеют тот же самый ассортимент. Я не знаю, просто я не гуглила больше. Ну, для меня все-таки с Валберис как бы сподручнее заказывать. У меня были заказы на Озон, но я их даже не сняла. Просто мне что-то не охота было снимать. И я с Озона ничего не сняла, не показала. Единственное, что пакет у меня оттуда остался. Мне не понравилось с Озона заказывать, потому что там оплачиваешь, а потом получаешь товар. И он точно так же может прийти с брака. И это потом решать эту проблему надо, это возня машинная, мне неинтересно. А на Валберис я оплачиваю при получении, смотрю. Товар хороший, мне устраивает, мне подходит размер, и я его выкупаю. Либо мне размер не подходит вещей каких-то, либо мне не нравится товар, он какой-то не такой. Я могу тут же его вернуть, не платя за него. Это удобно и мне так нравится больше. Поэтому я выбираю Валберис для себя. Это не реклама, просто с вами делюсь той информацией, которая, короче говоря, из своей жизни. Я думаю, у многих из вас аналогичные мысли и точно так же вы рассуждаете. Но это больше даже, наверное, для новичков, кто еще не боится Валбериса, либо думает, где лучше заказывать. Качество товара практически, мне кажется, одинаковое. И там, и там брак приходит. По отзывам, сколько я отзывов перечитала на том же Озоне. Ну, оплата вперед. Мне это, знаете, как-то не очень. Не очень мне. Ну, и наконец-таки поехали, если вам интересно такие видео смотреть, конечно, присоединяйтесь. Но сегодня видео, наверное, будет не для каждого далеко, потому что оно особенное. Оно для некоторых людей особенных, очень увлекающихся, очень таких любителей такого направления, как некой вселенной Гарри Поттера. Я уже не буду в подробности вникать, потому что тратить на это время нет смысла. Эти люди читали все книги, все тома, естественно, а, возможно, не по одному разу. Эти любители, естественно, есть не только школьники, но также и за 20 лет, и за 30 женщины и девушки любят эту вселенную, обожают, и до сих пор, представляете, оказывается, есть фанаты. Я не фанат, я люблю эти фильмы, и, конечно, мы не по разу посмотрели каждую серию еще с моим еще тогда маленьким сыном, ну, подростком, я уже не помню, какой возраст был, наверное, 9-10, когда первая часть вышла моему ребенку. Мы здесь с семьей, выпучив глаза, смотрели этот волшебный фильм, мне он нравится, нравятся все герои. Ну, единственное, что сын мой вырос у него, другое теперь предпочтение, другие совершенно. Я не фанат, но с удовольствием пересмотрю все фильмы заново, книги я не читала, естественно. Но у меня, у родственницы, она перечитала все книги, она любит эту вселенную, она прям с радостью о ней рассказывает. В ее дне рождения, конечно же, я на эту тему решила сделать ей подарок. И не только подарки сделать, но и сделать это не просто так, а еще в виде квеста. Да, у меня долгое вступление, но я не могу, у меня надо прям все разжевать. Квест я уже приготовила, я сниму на него отдельное видео, как я его задумала, сделала, распечатала, в общем, вам покажу. И эти подарки будут вписываться в моих квест. Но сейчас просто вам покажу заказ в Алберес, эти подарки, которые в этот квест ходят, иначе у нас видео будет начаться с этим квестом, если я сделаю совместное, поэтому на два видео разобью. И, наконец-таки, поехали, мне уже надоело смотреть на этот пакет. Цены все обязательно вам проговорю. Так что, дорогие паттерманы, вам посвящается. Возможно, у вас это все есть. Пишите, делитесь в комментариях. Начну с самого маленького, самого дешевого. Единственное, я не оставлю ссылки на те товары, потому что, как бы, мне не сложно оставить, но вы на том же в Алберес-Азон вбиваете Гарри Поттер там билет, открытка, вам все это выйдет в готовом виде, выбирайте по любой ценовой категории, то есть не проблема, оно все выскакивает, не надо прям ссылки оставлять, искать какую-то личную вещь. Вот на вещи надо оставлять, а это прям все вам будет как на ладошке. Так, вот такой заказала я, значит, билет ей. Ну, ее можно использовать в качестве открыточка с конвертиком. Так это все упаковка. Как видите, пришло все ровненькое, красивое. Открыточка. Я ее, естественно, надежнее подпишу. Выглядит она вот так. Это билет, когда вся компания с Гарри Поттером совместно отправились в Хогвартс. Это, по-моему, первая серия была. Я вот не помню, я сто лет не видела этот фильм. Я же, как бы, ну, не особо-то фанат. Так, и конвертик. Цены все я вам, конечно, тут пропишу. 104 рубля, по-моему, стоила, кстати, с криким краем. Так что это будет у нас потом в квесте. Вот такая поздравительная в теме открыточка. Далее я, ну, что-то не удержалась. Решила заказать заодно вот такие наклеечки. Как видите, в упаковочке все приходит. Моей родственнице, ей уже за 20 лет. Ну, все равно, думаю, ей не помешают эти какие-то наклеечки. Пусть она наклеит, куда ей хочется, куда вздумается. Может быть, она вообще их клеить не будет. Ну, думаю, пусть они для антуража будут в квесте. Вот такая, значит, у нас наклейки. Один листик 150 рублей стоят они. Кстати, на том же Валбересе еще в ассортименте можно и другие наклейки найти. Но мне лично, видите, почему-то больше понравились. Здесь как бы тут много героев. Они все подписаны, все имена. Ну, самые важные личности все присутствуют. Вот. Из маленького я приобрела вот такие конфетки. Они здесь идут в упаковке. Сразу показываю все, как есть в упаковке. Так. Вот, значит, драже. Жевательный. 54 грамма, кстати. Цена была 300 с чем-то рублей. Смотрите, картинки вставлю. Кстати, можно с упаковки их уже удалить. Так, значит, вот такая упаковка. Кстати, на Валбересе представлено много аналогичных конфет. Естественно, я выбрала именно с названием Гарри Потта, чтобы уж тематике соответствовать, чтобы все найти было, не придраться. 54 грамма. Здесь конфеты особенные. Они за 300, то ли 350 рублей стоят. Ну, я думаю, они стоят этих денег. Потому что они особенно, они имеют разные вкусы. Я думаю, все помнят, даже я помню, что они пробовали какие-то конфеты, бобы, по-моему, назывались они. И они были с разным вкусом. Там земли, сопли, рвоты, вот эта всякая хрень. Но это так интересно. Я никогда в жизни не пробовала. Я надеюсь, когда мы будем на дне рождения. Я не надеюсь. Я думаю, что мы попробуем. Потому что они же входят у меня в квест. Я потом все это расскажу, как ими надо будет воспользоваться в квесте. Так, и описание. Изделия кондитерские, сахаристые, дрожжи, жевательные. Джелли Белли, Ассорти, сахар, сироп, глюкозы. Тут разные, кстати, ешки. Так что это раз попробовал, можно больше не пробовать. Здесь, как видим, нет ничего на русском языке, какого они вкуса. Но они все разные, интересные. Ну, мы видим, что сюда входит и концентрированный сок, пюре из банана, черный перец. Концентрированный сок яблока, бишни, пюре лимона. В общем, вот такое содержит странные вкусы. Внимание! Кстати, предупреждение, что в пачку могут не входить именно все эти вкусы. Видимо, рассыпну их, бросают, а там, что кому попалось в пачке. То есть, прям вот не соблюдается, вот именно вкусовые соотношения, не соблюдаются в упаковке. Но очень интересные, посмотрите. Открывать, конечно, нельзя. Кстати, производитель Таиланд. До 23-го срок годности. Отзывы на них замечательные. Много конфет на Малбисе представлено. И со стрелочками в коробочках. Там стрелочки прям есть, сразу игровые коробки идут к ним. Разные массы, разные названия. Ну, именно у меня тематика Гарри Поттера, поэтому мне нужен был только Гарри Поттер. Далее, конфеты есть, нужна и кружка. Поэтому, привет, ты держишь в руках 330 миллилитров счастья. Блин, я вообще не знаю, кто будет смотреть это видео. Я не знаю, мне кажется, сейчас Гарри Поттер все-таки уже не такой популярный, как раньше. Все-таки это спад вовсю уже интереса к этому фильму, к этой вселенной, мне кажется. Тем более, фантастические твари мы вроде как ждем продолжения этой вселенной, вернее, начала этой вселенной. Когда там снимут, проблемы идут с судебные дела, там мой любимый Джонни Депп, у него сейчас проблемы всякие. Ну, надеюсь, что у него будет все хорошо. И он снимет, будет продолжение именно с ним, так как он в «Фантастических тварях» играет Гриндель Вальда. И я надеюсь, что другого актера просто там не будет. Фильм, не знаю, когда, может быть, на будущий год, не знаю, выйдет в кинотеатрах, может быть, позже. В общем, короче говоря, я введу к тому, что как бы все утихло, тишина пока с этой вселенной. Я думаю, а кто будет смотреть мое видео? Может быть, дети, которые сейчас смотрят Гарри Поттера, пересматривают, влюбляются в него, не знаю. Но все же снимаю. И вот такую кружечку. Много посуды разной есть на тематику Гарри Поттера, естественно, в виде кружек для чая. Вот такой коробочке не пришла, от Тумкиной берлоги, тут все написано. Вот, слава богу, что не сильно помятая, чуть-чуть помятая. Ну, нормально, подарок дарить буду прямо в этой коробке. Я ее, конечно, упаку симпатично. Называется кружка Сова Поттера, сидит на книге. 330 мл объем. У нас получается, что изготовитель, это город Иваново, как прям трикотаж, как текстиль. И дурацкая наклейка, как всегда, не в тему. Вот как мне ее отрывать, потому что мне надо будет удалить. А здесь, пожалуйста, вал пересторчит. Это нехорошо. О, слушайте, она снимается. Классно. Ох, красота. Естественно, на пункте выдачи я, прежде чем все оплатить, я проверила, может прийти вбитая посуда. И часто мне, как я понимаю, виноваты даже не продавцы, а часто виноваты именно посредники, то есть валберс, который доставляет. Там люди работают непонятно какие, гастробайтеры и так далее. Естественно, они могут открыть, посмотреть, разбить, попить с нее и вложить обратно кружку, а потом отправить. Ну, мне хорошо, чтобы осталось. Как видите, упакована. И вот такая кружечка. Стоит она, для кружки, конечно, дороговато. Если честно, что-то 260 рублей, ну, 270 рублей примерно. Картинки вставляю с ценами. Но кружечка вот такая, качественная, симпатичная, не очень тяжелая. Вот, она будет участвовать в квесте, конечно. На донышке ничего, похоже на фарфор. Ну, не знаю, ну, буду надеяться, что это фарфоровое все-таки. И вот вам письмо из. Единственное, что мне хотелось, чтобы за эту цену здесь была не просто картинка, а реальная позолота. Вот это все блестки были, именно позолота. Ну, ее здесь нет. Все аккуратненько, без напылов, кривых ручек. Эти кружки, вбивайте прямо в Гарри Поттера кружки, и вам масса кружек выйдет дешевле, дороже и очень дорогих. Много разных рисунков, даже у этого производителя. Так, ну что, идем дальше. Я думаю, любой фанат, который имеет целую всю серию книг, да еще в подарочных коробках у себя дома, будет рад подарку вот такому. Поваренная книга Гарри Поттера. Тут у нас, значит, Дина Бухольц, это, видимо, переводчик. Более 150 волшебных рецептов для маглов и волшебников от пирогов Дырявого котла, от десерта Слава Никир Бокера, но при этом неофициальное здание. И жалко, что здесь нет действительно металлических уголков. Но они, кстати, объемные. Вот на ощупь они объемные, то есть не гладкие. Поэтому они как бы выделяются достаточно хорошо. Книга мне понравилась. Она подарочная. Для подарка хорошо подходит. Достаточно толстенькая. Выглядит вот так. Пришла мне незамятая, аккуратненькая. Пришла у меня упакованная, естественно, была. Вот в пленке я ее сняла. На озоне она тоже есть, а цены сравнивала. Там у них разница с озоном скачет туда-сюда. Валберис. Изготовитель России написано. Поваренная книга Гарри Поттера. Сзади выглядит все вот так. Меню магической трапезы. Закуска. Французский луковичный суп от Кикимера. Фирменное блюдо домового эльфа. Основное блюдо. Мясной пирог Молли. Классическое блюдо Мисс Уизли. Десерт торт с патокой. Любимый десерт Гарри. Тыквенные пирожки. Основа меню Хогвартс Экспресса. Дальше вы можете все прочитать, если вам интересно на паузу поставить. И давайте ее будем открывать. Как вы думаете, понравится Патерману или Патермену, как называются фанаты Гарри Поттера вселенной? Это книга на подарок. Я думаю, да. Ну, если бы я была бы, мне кажется, мне бы очень понравилось. Здесь идут состаренные страницы. Вот. Выглядит все вот так красивенько. Посещаются хэши. Я не знаю, кто это. Сразу скажу. Можете прочитать, что тут внутри у нас написано. Может быть, я вам оставлю ссылки. Все же. Вам будет удобнее, если кто-то заинтересовался, вам будет удобнее по ссылочке перейти. Просто у меня получается реклама бесплатная совершенно для этих продавцов. Это как бы нечестно с другой стороны. Ну, с моей стороны. Другие продавцы в пролете. Хотя мне никто за рекламу не платил и не дарил. Предисловие. Вот, посмотрите. Я уж всю книгу показывать не буду. Здесь, пожалуйста, содержание есть. А, или какие-то ссылки, или сноски. Что-то такое. Вот. А, индекс ингредиентов. Ингредиентов, господи. Об авторе, пожалуйста. Кто это? Дина Булюх. Бу-Хольц. А, она живет в Филадельфии с мужем и четырьмя детьми. Вот, кстати. Так, далее. Мы не будем тратить время. Тут разные-разные хрустящие шоколадные конфеты с арахисовым маслом. Кстати, все отзывы можете прочитать под книжками. Там ни один продавец продает эту книгу. Я все отзывы перечитала, чтобы какое-то мнение у меня сложилось. Покупать мне, дарить, не дарить. Кислотные леденцы. Лакомства в деревне. Самый простой клюквенный соус. Рождественский пудинг для детей. Здесь есть все составляющие. Как готовить? Я так поняла, что здесь есть реально волшебные рецепты, которые не только, знаете, для игры и чтения. А есть реальные рецепты, по которым реально можно готовить. Реально готовить с детьми. Дети могут готовить, взрослые и фанаты себе вот такие различные интересные блюда. Хрустящий жареный бекон. Густая овсяная каша со сливками и патокой. То есть здесь идут обычные ингредиенты, которые можно купить в наших магазинах. Вот. Так что, думаю, здорово, интересно. Риска с орехами покрыта шоколадом. И, кстати, здесь каждый рецепт описывается. Мастерство миссуизли на кухне действительно впечатляет. Большинство домашних поваров, даже очень искусных. Не берутся за приготовление рисок, оставляя это угощение профессионалам. И все же миссис Уизли отправляет Гарри, Рону и Гермионе пасхальные яйца с начинкой из домашних рисок. К огорчению Гермионы миссис Уизли подарила ей самое маленькое яйцо после того, как прочитала статью, написанную Ритой Скиттер. И мы видим, что здесь есть указана даже какая страничка. Кубок огня Гарри Поттер, глава 28. То есть это все не выдумано. Это все, все рецепты идут с самих книг. Томов. И это здорово. Я думаю, я вас уже немножко ознакомила. Вот, с книжкой. Так что обратите внимание. Старинный соленый пирог с шоколадом. Слушайте, мне самой интересно. У меня уже слюнки текут. Я уже сама бы что-нибудь приготовила. Ой, в общем, красота. Красота. Посмотрите. И цена у нее не дешевая. Где-то 800-900 рублей она стоит. Эта книжечка. Ну, это мои подарки. Заканчивает вот такой подарок. Закругляются мои подарки этим подарком. Этим вещью. Это халат для поклонников Гарри Поттера. Это у нас здесь Иванова шьет. То есть размер 48. Это был самый большой на сайте. Ну, на у продавца. Он унисекс для мальчиков, девушек, парней и девушек. Девочек и мальчиков, парней и девушек. Это 100% полистер. Сделан в России. 21-й год. Ну, у Иванова. Мне очень нравится, что здесь есть прям картинка в оформлении. Что есть прям подарочная. Ну, не подарочная, а упаковка к этому халату. А не просто в пакете каком-либо. То есть это здорово. Я как подарок это все красивенько, конечно, заверну. Цена туда-сюда скакала. Вышла у меня в тысячу с чем-то. Потом цена после моей покупки немножко упала. Стала дешевле. Ну, и размеры поубавились. По крайней мере, у этого продавца. Конечно, я сама на себе его не померю. Так как мне этот халат маловато. 48 размер. Он действительно идет на 48 размер. Максимум, может быть, 50. Унисекс халат, естественно. Он тепленький. Как раз сейчас тему в холода. Он обычный совершенно халат. Уложен поясочек. Обычный халат. Ну, тепленький, уютный. Я его, конечно, померила. Он на мне особо не застегнулся. Рукавчики. Вот они заворачиваются, как я понимаю. Здесь не просто рисунок. Здесь рисунок идет. Всех факультетов Хогвартса. Я вам покажу вблизи. Обычные стандартные швы. Ничего здесь особенного в этом халате нет. В нем вся изюминка. Это то, что расцветка очень интересная, соответствующая вселенной. Хогвартсу. Яркий. Это вот внутренняя часть. Это наружная. Достаточно яркий. Тут присутствует даже такая легкая клетка. Эмболемы всех, всех факультетов. Он идет с капюшоном. Я оставляю ссылочку. Все-таки вам оставлю, чтобы вы прочитали отзывы. Вот. Всем нравится халат. Всем нравится расцветка. Он совершенно не скучный. Слизерин. Здесь кармашки. Ну, такая дополнительная информация. Стопроцентный полистер. Конечно, надо постирать. Если дорого покупать халат, либо не хочется, он не нужен, то аналогичный с такой же тканью, аналогичный точно такой же, на сайте вы можете найти пледики. Там есть большого размера и прям малюсенького. Вот что-то дешевле. Тут маленькие размеры, посмотрите, которые побольше. Он, по-моему, тоже около тысячи стоит. Но я думаю, лучше взять халат, нежели плед. Ну, фонарты счастливы от всего, естественно. Кому интересно, нужно обратить внимание. Ну, а квест за мной. Я сниму, конечно, отсниму, вам его покажу. Не зря же голову ломала, тут сделала, распечатывала, печатала его. Поэтому мне хочется с вами поделиться. А вы напишите, классно он или не очень. Ну, а мне теперь осталось все только это красиво упаковать. Вот тут-то как раз-таки мне и пригодится вот та самая бумага с ключиками, которые я показывала в обзорах Fixed Price. Покупала я ее именно там. Я ей упакую все, и кружку, и книжку, и халат в эту бумагу. Естественно, все это уйдет в квест, но это уже будет новое видео. Надеюсь, мое видео было интересным, развлекательным, познавателем. Всем пока. Надеюсь, оно для вас оказалось чем-то полезным. Пишите в комментариях, как вам такие подарки, нравится, не нравится. А мне кажется, они интересными, оригинальными. И не каждый человек, и не каждому человеку их подарит. Просто, знаете, не каждый поймет, как говорится. Это только для тех, кто в теме. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok